Здравствуйте! В эфире программа АЛАТО ЛАЙФ, в студии работает Бегаим Бегалеева. В этом выпуске программы мы поговорим о страховании. В гостях у нас директор Бишкекского филиала Государственной страховой организации Каныбек Музыралиев. Каныбек Пасаревич, здравствуйте! Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо, что пригласили. Вновь мы поднимаем тему страхования. Это страхование жилья, недвижимого имущества, страхование автогражданской ответственности и другие виды страхования тоже. Потому что это в последнее время, в последние годы и в последние дни очень актуальный вопрос. Расскажите сейчас, пожалуйста, о том, какова ситуация со страхованием у нас в Бишкеке, так как вы являетесь главой именно бишкекского филиала. Добрый день еще раз. Спасибо, что пригласили в эфир. Да, вот последние четыре месяца, ну, можно сказать, с августа месяца это на контроле президента, на контроле у премьер-министра. Я уже где-то полтора-два месяца назад премьер-министр сам провел именно совещание со всеми руководителями министерств, ведомств, акимами, мэрами городов, губернаторами со всеми, чтобы до конца этого года, чтобы хотя бы прошли 50-60 процентов именно мы провели страхование жилья. Да, да, вот до этого, ну, как бы само слово обязательное страхование жилья здесь получается как вот, но рычаги, чтобы обязывать кого-то, чтобы они страховали свое жилье, у нас как такова нету. Но когда мы образовались, именно наша компания, страховая компания, это была в 15-м году еще, поэтому до сегодняшнего дня и получается до 26 августа у нас как бы желающие только приходили, как бы добровольные, кто захотел, они приходили, оформляли, да, полюса. Но с 26 августа это получается было постановление правительства, что при купле-продаже в кадастрах, это ранние госрегистры, наши сотрудники уже сидят и оформляют полюса. Если человек приходит переоформлять свою квартиру, или дом, или купле-продажа, производится, до купле-продажи сотрудники госрегистра требовали полюс, ОСЖ, обязательное жилье, да, вот. Если по количеству жилья получается, это по всему Кыргызстану, это получается, по всей республике у нас зарегистрировано примерно миллион двести тринадцать тысяч домов, да, квартиры, вот эти все жилые дома, да, вот. Из них на сегодняшний день, вот, на ноябрь месяц, можно сказать, что вот у нас охват где-то восемнадцать процентов из всего зарегистрировано. Это очень мало, да, это очень мало. Суммарно, может быть, это у нас получится двести одиннадцать пятьсот. Вот, может быть, до конца года эта цифра может измениться где-то на, мы думаем, где-то уже триста тысяч хотя бы зарегистрировать именно и дать полюса, наши полюса, да, на обязательное страховое жилье. До этого, до проведения именно этих всех, до постановления правительства, до собрания вот именно правительственные, ну, как можно сказать, ну, слабо это все было, да. Вот сейчас уже, как бы, всем Акимам, мэрам городов, всем дано план, каждый, чтобы выполнял именно этот план, чтобы они проводили разъяснительные работы с нашими сотрудниками, с нашими специалистами. У нас, получается, на всех областях есть филиалы, есть сотрудники, которые именно оформляют ОСЖ. Почему этот вопрос поднимается и почему это постановление было, вы сами тоже были свидетелем, что этот год очень у нас стихийный бестий очень много было. Ваши в Джалабаде, на Иссыкуле, ранее все эти наши жители, наши, скажем, страхователи, которые и не застрахованные дома, получается, вот последний раз мы побывали на Иссыкуле, это село Темировка, вот там произошел сель, да, где-то больше 400 домов пострадало из них, где-то застраховано было, где-то в порядке 25 домов только было. Остальные все не застрахованы были, но оказывается, наш директор филиала практически вот за два месяца он именно приезжал в это село и сам подворовой обход сделал, чтобы взяли полис ОСЖ. Да, вот примерно где-то из пострадавших получается 20 семей, но есть такое понятие, что вот полная гибель дома, да, это получается только фундамент остается. Они все благодарны, что наш президент со своего фонда выделил на каждую семью по миллион суммов, сверху те, которые застраховались, у нас получили по 500 тысяч суммов. Почему 500 тысяч? У нас есть две тарификации. Если где-то есть статус города, там на год они оплачивают 1200 суммов, выплаты у нас миллион суммов, а где 600 суммов, выплаты 500 тысяч суммов. Если статус города было бы, то мы тоже выплатили бы по миллион суммов, не 500 тысяч, а по миллион суммов мы выплатили бы всем вот этим, которым пострадали именно от этой стихийной бедствии. Четыре семьи у нас получили по полной сумме, это 500 тысяч суммов. Были там 100 тысяч, которые получали там 80 тысяч, но есть методики выплаты по всем этим пострадавшим именно нашим клиентам. Это получается от степени разрушения до дома? Да, 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 разрушения. Есть термин такое слово, что полная гибель, это получается, если только фундамент остается. Жюлье вообще негодно. Вот тогда мы выплачиваем полную сумму, которую у нас везде озвучивается, что 500 тысяч и миллион суммов. А есть у вас информация по выплатам в Оршской области, где тоже сошли, сели? Ну, Бегемай, да? Бегаим. Бегаим, вы знаете, вот точной суммы у меня прям по областям нет, но в общем я могу сказать, 23-й год примерно выплаты составили где-то 27-30 миллионов сумм. В этом году, получается, наша компания уже выплатила больше 70 миллионов сумм уже. Примерно вот в этот понедельник на аппаратное совещание было озвучено уже где-то больше 80 миллионов сумм уже выплаты были именно. Из них где-то 51 с лишним, это только на обязательное страховое жилье были выплачены. Это ООЖ, Талас, Иссык-Коль. Ну, я ранее был директором Чуй-Бешкейского филиала, вот с 1 октября у нас структура поменялась, и мы поделили Чуй-Бешкейк. Получается, Чуй тоже отдельно, большой область, поэтому Бешкейк отдельно, это столица получается. И мы сейчас поделили, Чуй филиал отдельный, Бешкейский филиал уже отдельный. С 1 ноября мы официально уже, с 1, вот с 3 декабря мы официально получили свидетельство полностью через Минюст, и мы официально начали уже работать как Чуй и Бешкейк. Я примерно могу рассказать, что вот 27 марта был в Бешкейке, в Чуйской области большой сильный ветер. Город Токмо, так как застраховал свои школы, садики, социальные объекты, ну, премия у нас, говорится, как вот эти оплаты, это премия, да, вот они где-то в районе 500 с лишним тысяч сомов они оплатили на все вот эти социальные объекты. Они застраховали свое здание мэрии, когда сильный ветер был, они тоже пострадали, здание мэрии пострадало, драмтеатр у них есть, школы, садики, получается, ну, все социальные объекты, которые застрахованы были, где пострадали, мы примерно выплатили 5 миллионов с копейками, да, вот. Это в 10-кратном размере мы, получается, выплатили, да, вот. А город Бешкейк на тот момент у них социальные объекты не были застрахованы. После вот сейчас сентябрь, ой, июнь, июль, август, сентябрь, вот 4 района уже застраховали Бешкейк свои социальные объекты, здания. И, в принципе, сейчас где-то 15 объектов только остались, чтобы застраховать. В городе есть ДУМИ, департамент управления имущественными, кажется, департаментами. Муниципальные имущества. Да, муниципальные имущества, да. У них в оперативном пользовании они передают, ну, скажем, вот, примерно, чтобы вам было понятно, вот, турецкая сторона нам построила больницу, вот эту турецкую больницу, передали мэрию на баланс, а мэрия уже передала на оперативное управление, вот, медикам, да, можно сказать, вот, кто пользуется, тот и должен страховать. Вот примерно вот таких объектов у нас где-то в порядке 10 или 8 объектов остались, которые не застрахованы. Ну, мы попросили, чтобы они застраховали до 20 декабря, чтобы они тоже были застрахованы. Ну, город уже, в принципе, активно в это направление идет. Все структурные подразделения, можно сказать, вот, большие, Тазалы, Водоканал, где больше сотрудников работает, больше тысячи. Мы провели во всех этих муниципальных предприятиях разъединительные работы, чтобы застраховали жилье, застраховали ответственность, именно автогражданская ответственность ОСАГО. Вот примерно по городу Бишкек где-то в районе, ой, 15 тысяч сотрудников оказывается. Из них, ну, если, скажем, в Думе у них 100 сотрудников, в порядке где-то 50-40 застраховали. Другие сотрудники живут с родителем, есть такие моменты. Или у кого-то уже застрахованы жилье. Ну, вроде бы сейчас идет нормально, вот, именно по ОСАГО. Почему ОСАГО, это наша только компания, она страхует именно по такому тарифу, да, вот 1200 сомов и 600 сомов. Вот частные компании, они по такому тарифу, они не оформляют именно ОСАГО. У них идет добровольное, там проценты чуть другие идут, подороже. Ну, и непосредственно, если мы перейдем на еще один такой волнующий всех сейчас вопрос, это ОСАГО. Обязательное страхование автогражданской ответственности, да. С 1 января 2025 года объявляли то, что в отношении тех, кто не застраховал свою автогражданскую ответственность, будут выписываться штрафы. Вот насчет этого расскажите, пожалуйста. Насколько активно наши граждане получают полисы ОСАГО? Насколько активно они проявляют вот эту вот свою ответственность и страхуют? Вот точно так же вот с 26 августа, получается, это постановление было, чтобы при купле-продаже квартир, домов, именно обязательно в порядке спрашивали именно полюса, да. Ну, это ранее, помните, говорили, вот если ты налог оплатил, пожалуйста, мы будем переоформлять жилье, да. Вот точно такое же постановление у нас было на ОСАГО, именно. Это постановление, оно работало с 1 сентября по 10 октября. Были возмущения, что вот говорили, вы нас заставляете брать полюса, но так как оно само слово обязательно, страхование, получается, ОСАГО, да, вот автогражданской ответственности именно водителя, многие думают, что мы будем страховать именно авто. Нет, здесь не так, вот я бы хотел сказать, дом, мы страхуем дом, это жилье. А ОСАГО, это обязательное страхование автогражданской ответственности именно водителя. Мы страхуем именно водителя. Вот водитель берет полюс перед третьим лицом, чтобы мы выплатили ущерб. С 1 сентября по 10 октября, когда мы уже оформляли полюса именно УНА, где регистрацию проходит именно авто, мы там оформляли полюса. Вот тогда мы где-то порядки 20 тысяч за 40 дней мы провели именно 20 тысяч оформлений. У нас мы чуть вперед ушли, но я в конце уже объясню, почему это я цифру озвучил. Где-то 10 октября отменили это постановление, так как было очень много жалобы там, почему мы платим за 10 дней, на 5 дней. Но здесь трактовка такая, что ты должен был уже прийти на оформление уже с полюсом. Понимаете, он должен был уже купить полюс, приехал, спокойно продал. Так как у тебя нету, мы там предлагали от 5 до 15 дней. Не есть такое. Ну, тарификация получалась примерно от 300 до 400. Ну, в зависимости от объема, от года, вот это все. Ну, самое многое выходило это 500 сомов. Он берет полюс, регистрирует именно машину на другого человека. А другой уже, владелец, который купил машину, он должен был прийти взять полюс на год. Ну, где-то из таких 10% они покупали именно на год полюса. Но многие отказывали, что, а может быть, я завтра тоже продам, может, послезавтра продам. Но многие водители, наши автовладелицы здесь не понимают именно тот момент. Они думают, что мы, наша компания, частная компания и государство их вроде бы заставляют. Нет, это ответственность водителя. В первую очередь, они сами должны прийти, взять полюс ОСАГО. Так как у нас очень много машин в столице, очень много аварий. Пример, я вам скажу, что я к вам ехал, здесь тоже на круговом уже стукнулись две машины. Они уже начали разбираться, кто прав, кто не прав. А здесь, если есть у человека, который наш клиент стукнул третьего лица, он просто звонит, уводомляет нас, приезжают наши аварийные комиссары, приезжают сотрудники ГАИ, оформляют все. Там уже нашего клиента практически никто не будет беспокоить. Мы уже начинаем заниматься с третьим лицом, ремонтом будем заниматься, или оплатим денежно. Вот это все уже начинается наша процедура. Там наш клиент уже все, свою машину дальше едет, он сам ремонтирует. Потом я останавливаюсь еще на КАСКО. Многие же думают, что вот если меня стукнут, или я стукну, нет, здесь мы только, он берет ответственно третье лицо. Поэтому здесь то, что вот до 1 января 25-го года закон никто не отменял. Этот закон работает, но штрафы только передвинули. А у нас же, знаете, пока штрафы мы не поставим, многие не будут особо внимания обращать. Вот недавно Джоорг Кенчев именно вопрос поднимался. Вот оказывается, миллион шестьсот машин у нас по всему Кыргызстану. Да, эта цифра есть, я вам примерно даже могу озвучить. Вот, например, миллион пятьсот восемьдесят один двадцать шесть тысяч машин у нас зарегистрировано. В Бишкике это получается 378 девятьсот примерно, ну, 379. Это физлица, юрлица это сорок три тысячи восемьсот девяносто девяносто девять. Это самое многое у нас в Бишкике зарегистрировано, потом идет Чуйская область, это 350 тысяч. А юрлица здесь шестнадцать пятьсот девяносто шесть. Ну, вот так как у нас все министерства, ведомства большие... Сосредоточены здесь в Бишкике. Да, да, в основном, да, юрлица, они здесь в Бишкике. Поэтому здесь получается как, вот, например, если мы застрахуем вот этих всех машин, примерно нам понадобится вот три месяца. Я как работник этой сферы, я думаю, примерно три месяца. Так как здесь оформляется ОСАГО только государственные страховые организации. Нет, здесь у нас еще пятнадцать частных организаций есть. У них тоже, они тоже готовились на 25-й год, на 1-й января, что будут оформлять полюса и начнут работать. Наши уважаемые депутаты Джоркенша подняли вопрос. Ну, там Минэконом пришел по другому вопросу, но там именно поднялся вопрос именно по жилью, потом по ОСАГО, что вот вы будете только заставлять наших граждан платить штраф. Нет, здесь же кодекс Крыгской республики о правонарушении. Да, три расчетных показателя, это получается три тысячи сомов, да? Но здесь же обратно же есть такой момент, что в течение 30 календарных дней, если человек оплачивает, то 70% скидки, это 300 сомов. Если сейчас мы начнем обратно передвигать именно сроки штрафов, то тогда наш народ, он поймет, что вот все, оказывается, можно. Если на полгода перейдем, потом если обратно пошумим, они перейдут еще на год. Но каждый год продлевая вот эти, ставить мораторию, продлевать именно сроки штрафов, я думаю, особо здесь... Ни к чему не приведет. Ни к чему, да, не приведет. Почему? Я вам просто... Люди не станут активно страховать свою ответственность. Конечно, конечно. Сегодня я услышал у участников наших партнеров, оказывается, уже приходят люди, говорят, а оказывается, передвигают именно сроки штрафа, давайте нам возвращайте наши деньги, то, что мы оплатили полностью. Зачем мне на год? Но, уважаемые автовладельцы, уважаемые водители, я просто еще раз хочу вас обратить внимание. Вы не для нас это все делаете, вы делаете это для себя, чтобы поднять культуру вождения, поднять культуру водителей. Здесь вы, если попадете в аварию, вам не надо ругаться, не надо друг другу мордобойством заниматься. Здесь у вас работает уже полис, здесь работает уже страховая компания. Вот давайте мы пройдем в культуру, да, вот. Если мы условно возьмем, сейчас через 15 минут мы уже можем быть в Казахстане. Мы, переходя именно границу, мы сами ищем именно страховую компанию взять полис. Там у них штраф очень большой, в Казахстане. В России тем более. У нас ОСАГО полис на год минимально 1680. Это, если ваша машина где-то до двух кубов объема, где-то 1700 сумм. На год человек берет 1700 сумм. В случае аварии мы же выплачиваем там максимальные суммы. Если в третьем лице, в машине пострадает человек, мы выплачиваем и его именно расходы, больничные расходы. Если человек умрет, мы выплачиваем 300 тысяч суммов. Разовую выплату 300 тысяч суммов. Если получит человек инвалидность, мы 150 тысяч суммов выплатим. Наша компания, и страховые все компании. У них, у нас положение одинаковое по ОСАГО. Как надо выплачивать. Методики у нас не разные, а у нас одинаковые методики. Тем более, на сегодняшний день, я бы сказал, тоже я вчера был в Джоорке Миши. Вчера мы начали уже оформлять обязательное страховое жилье именно сотрудникам Джоорке Миши. Всем у них где-то вместе с депутатами получается больше 500 человек. Из них 90 это депутаты, а остальные все сотрудники аппарата Джоорке Миши. Вот вчера, сегодня, завтра мы у них оформляем именно на жилье полюсы и ОСАГО. Они же берут, но они тоже вопросы задают. А если передвинут, мы говорим, если Джоорке Миши, сотрудник Джоорке Миши, такие вопросы будут задавать, то я не знаю, простой человек, конечно, он тоже не поймет. Если вы начнете говорить, что вот я взял полюс ОСАГО, именно как защитить себя как водителя перед третьим лицом, конечно, другие будут прислушиваться именно вам. Поэтому я вчера и с Эддхом Бахтусеншем переговорил, с Улхпеком Ормоновым переговорил, с тем же депутатом Масалиевым, но он все равно свое отставит. Я говорю, ну, это ваше право, как депутат. Вроде бы на следующую неделю нас пригласили, чтобы мы и перед депутатами выступили, чтобы объяснили вот это все. А вот, смотрите, бывают же у нас такие случаи, когда при ДТП водители стараются решить вот эту проблему на месте, без привлечения УПСМ, без привлечения других каких-то служб. Да, вот в такие моменты как вообще можно действовать? Ну, вот здесь вот, в этот момент... Потому что, я прошу прощения, перебиваю, да, потому что мы сами понимаем, да, что привлечение различных служб, и опять-таки УПСМ, это влечет за собой различные волокиты в плане того, что машина на штрафстоянку, потом освидетельствования различные идут. Вот в этом плане как? Здесь, видите, в нормативных документах у нас прописано, что обязательно должен приехать ГАИ, понимаете, должен оформить момент. Вот наш клиент стукнул в машину, да, вот мы далеко не будем бегать, вот эти все автобусы, они наши клиенты. Вот в день, ну, не дай бог, чтобы в дальнейшем происходили эти аварии, вот они каждый день, да, получаются, каждый день получаются именно вот эти ДТП. где участвуют именно наши клиенты, мы просим, чтобы они пригласили ГАИ, понимаете. Обязательно. виноват, все, мы начинаем уже выплачивать именно третьему лицу. Но такого не было, что вот государственная частная организация, ой, государственная страховая организация, что мы не выплатили никому. На ОСАГО мы примерно с участием автомашин мы выплатили где-то более 30 миллионов сомов. Есть термин такой еще ОСАГО, не ОСАГО, а КАСКО. А если вы берете полюс КАСКО, там уже она дороже идет. Если 2,5 тысяч сомов, например, скажем, ОСАГО, КАСКО идет где-то более 30 тысяч и выше. Там, получается, тогда, если вам вот дерево упало, вы же никому не обратитесь. Кому? Мэрия скажет, там не положено было, поэтому вам никто не оплатит. А если вы оформили по КАСКО, мы вот эти все полностью ущерба мы восстанавливаем. Если вы едете в командировку куда-то, в Нарын, Иссыколь, на Лобово попал камень, треснуло, мы Лобово меняем полностью. Но это уже необязательное страхование, тоже добровольное. Да, но это добровольные виды страхования. Ну, я вам скажу, по ОСАГО только Кыргызстан не прошел еще. Наши соседи все уже прошли. Казахстан, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Туркминстан, все они прошли. Только мы по ОСАГО каждый год продлеваем, продлеваем, продлеваем. Поэтому у нас каждый день у нас вот аварии. И у нас многие спрашивают, а какие у вас плюсы? Если человек оформил ОСАГО, хорошо ездит, не попадает в ДТП, история есть хорошая, у нас есть скидки. Каждый год она дешевле, дешевле, дешевле. Многие думают, что страховая компания, все ОСАГО, но, извините, государственная страховая организация, это же карман государства, мы же никуда не уходим. Это государственная страховая организация. Мы стараемся только для наших автовладельцев. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. А я напомню, что в гостях у нас был директор бешкекского филиала государственной страховой организации Канадбек Мазуралиев. И рассказал он нам о все, о страховании. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире.